Привет, мои дорогие подписчики, друзья и зрители моего канала О Денисова. На золотых песках наступил бархатный сезон. И это о чём говорит? О том, что пора отправляться в путешествие. Что мы сейчас и сделаем? Мы просто сменим картинку за окном. Вот так. А как вам такой вид? Или такой? Ну, будем честными, у нас вид вот такой. И находимся мы в Плоудиве. Отель наш, конечно, не в центре. Вот наш прекрасненький номер. Сразу обзор номера. Здесь туалет. Начнем сразу с туалета. Ванна, чайник, вода. Прекрасный телевизор. Рабочее место блогера, да. Картина античная. Моё рабочее место, твоё рабочее место. Ну, ничего, общее рабочее место. Тут есть холодильничек. Номер небольшой, но довольно удобный. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, тарелки. Мы приехали в старый город Плоудив на такси за 4,5 лева. Вот за этот шлагбаум пускают те автомобили, владельцы которых живут в центре. Но стоять им, скорее всего, придется на этих узких улочках. Хилл-хаус Плоудив. Да, тоже вот тут хотела снять. Ресторан антика. Прекрасно. Тарт-галерея Филиполис. И тут красивые дворики. Смотрите, какие красивые. А это, оказывается, тоже ресторан. А мы пошли побродить просто по старому Плоудиву. Итак, что мы знаем о Плоудиве. Плоудив – второй по величине город Болгарии. Здесь население 400 тысяч человек. Первое упоминание – первый век до новой эры. Прежнее название – Филипополис. Одно из прежних. Музей изобразительного искусства. Плоудив имеет богатую историю. Его постоянно завоевывали. Он входил в состав Римской, Византийской, Османской империи. И все завоеватели оставили следы на этой земле. Я тут картины смотрю. Музей изобразительного искусства. Валерий. 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 Что такое? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok 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 что это шарфики какая прелесть то я вижу вы тут вообще как-то темно какие-то мухи а надо туда заходить вот смутная площадка тут все видно вон алёша стоит поставит вот три холма да ну так говорят что их 6 вообще холмов осталось просто три видно со смотровой площадки остальные так видимо где-то один холм срыли вообще плодив должен стоять на семи холмах в википедии отсюда очень хорошо виден город в общем совершенно не нуждается в дроне мы забрались на самую гору в 1978 году Пловдив становится столицей Румелии и объединяется с княжеством Болгария 6 сентября 1885 году этот праздник до сих пор празднуется в Болгарии 6 сентября называется праздник соединения привет Пловдив мы тебя снимаем на канале у Денисова и будем прославляться как здесь красиво ну тогда вы подписывайтесь на наш канал да на Олин канал подписывайтесь ставьте лайки пишите коменты и будет у вас счастье а тут кстати отлично это само внутри там так хорошо тенисто да а может пойдем выпьем какой нибудь напиток Пловдивская кошка изолятория «Смирный куку» «Смирный куку» «Смирный куку» «Смирный куку» какая красота восемьсот шестьдесят третий год там вот внутри очень красивая мы сейчас туда поднимемся посмотрим внутренний дворик он как красиво все украшено картинками добрый день хорошо спасибо и это все продается интересно как красиво это просто вообще я так еще не видел супер ногти по-болгарски как на ногти да это гранаты я думаю у нас опять свадьба тут по-моему все играют свои свадьбы уже другие по-моему тут одни женихи и невеста вот православный храм святой димитр мы туда можем взглянуть тут темно ой какая красотища 10 секунд галерея на нам закрыт а нет вот здесь иконы и сколько стоит такая икона а вот эта красивая икона а это вообще крупно бессмолатная студентская галерия специално с царковной живописи святой георги Вот сюда античин театр, 50 метров. Здесь мы все увидим. Да, мы уже его почти видим. Опять это смотри, она тут ходит, гуляет. Мы пришли в античный театр в Пловдиве. Билет 5 лево, пенсионерам скидок нет. Этот театр построен в 113, по-моему, в 117 годах и вмещает 6000 зрителей. Здесь очень крутые ступени. Вот это родные ступени, средневековые, которые были когда-то. Поэтому мы будем осторожно спускаться здесь. Сейчас здесь тоже проходят концерты. Вот здесь вот сидит диджей и проводит здесь разные мероприятия. Вот в этом античном театре. Можно они новые, из мрамора. И все так долго сохранилось. В 4 веке, после землетрясений, наводнений, он разрушился и был погребен под землей. Но его откопали и теперь вот он такой красивый. Откопали его в 20 веке. Старинные камни, старинные апки. Красиво стоите. Тут, видишь, какая... А, ну сегодня здесь, видишь, мероприятие. Молодоженцы. А кто такой говорил Крестович? Крыстович. Публицист, юрист, ученый, державник. Но сегодня здесь какие-то свадьбы за свадьбой. День бракосочетаний. Просто все сегодня женятся. Все нарядные, невесты, женихи. Да, гости. Зеленый такси. Красава. Здесь так стрит-арты распространены. Немецкое консульство идем. Картинки. Мы можем сесть на самокат и гоняться по центру. И все прячутся в теньке. Так, обеколка старый опловдик. А здесь пешеходная зона. А, там еще внутри вот это античный стадион. Вот, я поняла, что... Вот, наконец-то. Мы нашли обеколку, античный стадион. Что такое обеколка? Ну, прогулка. Тут горя гныт на игрище Олимпиада. 22-я Олимпиада. Макет этого стадиона. Да. Вот здесь вот можно спуститься вниз и пройти туда. Там есть какие-то магазины. А вот это субцинная джамия. Потомок Османской империи. Да, джамия вся в пальмах. Красиво. Тут есть лифт. Можно спуститься вниз к античному стадиону. Так, все. Сейчас у нас будет наш вуктур. Мы сейчас идем по улице и просто снимаем всех. А вот эта пешеходная улица самая большая у них. Прекрасная пешеходная улица. О, сколько народища-то.